Музыка Дорогие отцы, братья и сестры! Совершенно особым чувством я в этот раз вступил на землю Горно-Алтая вместе с честными останками со святыми мощами святителя Макария который всю свою жизнь связал с этим местом и с этим народом, который здесь живет 31 августа 2016 года святейший патриарх московский и всеяруси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основании нового кафедрального собора в честь всемилостивого спаса в городе Горно-Алтайске святитель Макарий прибыл сюда сравнительно молодым человеком и поставил свои задачи в первую очередь помочь алтайцам обрести свой литературный язык свою грамматику и начал усиленно изучать язык используя свои знания в первую очередь для того, чтобы на алтайский язык перевести Евангелие богослужебные последования другие книги которые бы помогли алтайцам познакомиться с православием проповедь проповедь о Христе здесь на этой земле не сопровождалось никаким угнетением местного народа никаким притеснением не так как это происходило в каких-то других землях отстоящих далеко от Руси когда нередко огнем и мечом насаждалась вера и результат всегда был самым плохим потому что нельзя проповедовать о любви и действовать без любви святитель Макарий еще будучи совсем молодым человеком по-настоящему полюбил этот край этот народ и делал все для того чтобы помочь людям увидеть лик Христа и понять что с христианством связывается самое важное что есть у человека это любовь потому что Бог как любовь как источник любви через веру укрепляет людей в способности любить друг друга святитель Макарий путешествуя по местным селам отдаленным пастбищем внимательно слушал как разговаривают друг с другом алтайцы никаких ведь словарей не было нужно было нередко из контекста речи понять смысл сказанных слов и боясь допустить ошибку в переводах он часто сравнивал говор в одном месте и в другом месте долго размышлял и наконец совершил как будто бы невозможное он создал словарь алтайских слов и на основании опыта полученного через общение с местными жителями сумел создать и грамматику алтайского языка и вот с этого культурного и духовного подвига началось его служение духовному благу народа здепребывающего жизнь святителя Макария была очень трудной он сравнительно поздно стал архиереем в начале векарным епископом томской епархии а затем и томским архиереем томским и алтайским архиереем и все его труды были направлены на то чтобы укрепить духовную и культурную жизнь жителей Алтая Затем он был призван к высокому служению митрополита московского это совпало с тяжелейшими годами предреволюционными и святитель который привык честно общаться с алтайцами не кривит душой говорит то что он думает так себя повел и в москве но совсем другая была атмосфера там в россии в предреволюционные годы и поэтому не понимая простоты и честности владыки макария многие считали его плохим дипломатом плохим руководителем не способным устанавливать отношения с тогдашним обществом а общество было взбудоражено революционными идеями люди как будто бы с привязи сорвались чего только не происходило в эти страшные годы а старец митрополит понимал что это все ложный путь идя по которому народ наш не обретет счастья и спокойствия и мира ему пришлось покинуть московский митрополитский престол и очень скоро он уединился и закончил жизнь свою уже в 1926 году в очень тяжелых жизненных обстоятельствах нередко подвергаясь смертельной опасности от разбойников от властей и умер как будто бы безвестным человеком совсем как будто и не было этого потрясающего в нашей не только церковной но гражданской истории россии подвига который совершил он здесь на алтайской земле по милости божией в 50-е годы его тело было перенесено с обычного кладбища которое должно было быть разрушено из-за строительства какого-то там микрорайона в подмосковье и было перенесено в троице сергиевую лавру и настолько сильный свет оставил святитель Макарий что уже в наше время он был причислен к лику святых и когда сегодня я спускался по трапу за мощами святителя Макария то меня поразила мысль которой поделюсь с вами святитель который не нашел себя по-настоящему в Москве и не нашел себя в той предреволюционной ситуации столичного града и который претерпел забвение и унижение он вернулся к своему народу здесь его любили и он любил этот народ и поэтому для меня не было никакой альтернативы когда возник вопрос о том где должны быть мощи святителя Макария я ясно понимал что святитель Макарий должен вернуться к тем кто его любил и кто его любит и это возвращение святителя на родную для него землю должно непременно сопровождаться духовным возрождением жизни народа он ради этого возрождения жил трудился изучал язык сотни и сотни километров проходил пешком в этих труднодоступных местах и как дань уважения к его великому духовному и культурному подвигу полагаю что с принесением его мощей иначе должен забиться пульс духовной жизни Алтая я радуюсь тому что имел возможность сегодня осветить камень в основании нового кафедрального собора всемилостивого спаса именно так назывался первый собор который здесь был построен при святителе Макарии и который был в 36 году разрушен дай бог чтобы в этом центральном месте города как можно быстрее вознеслись купола собора и пусть это строительство собора станет выражением благодарности того народа ради которого жил трудился и с любовью к сердцу которому перешел в иную жизнь святитель Макарий его молитвами да господь хранит господь Алтай алтайскую землю и алтайцев и русских да хранит господь в мире всех кто здесь живет не дай бог чтобы какие-то глупые и часто очень ошибочные идеи вновь будоражили наш народ сталкивали одних с другими потому что именно заблуждение ошибки привели нас к тем трагедиям которым был отмечен 20 век и по милости божией я верю в то что молитвы святых угодников об отечестве нашем российском достигают престола божьего и даруют нам дар божественной благодати единство духов союзе мира единство народа устремленного построению еще более счастливой спокойной жизни молитвами святителя Макария да хранит Господь землю алтайскую и Россию Макария 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 Макария